всем здравствуйте девчонки у нас продолжение гамаш кто не в курсе тот уходит в описании под видео и там будет ссылка на предыдущие выпуски либо в конце видео в конце будет тоже окошечко выскочит с предыдущим видео и потом впоследствии со следующими видео так мы связали наши гамаши до как бы штанинки да вот кстати я закончилась маркер мы еще пока оставим у нас два варианта те кто вяжет без со швом да вот такая у вас должна быть деталь на данном этапе и теперь нам нужно сделать вот этот вот скос на передней детали он выглядит вот так на задние детали он выглядит глубже и выше вот так вот мы эту деталь у нас живут стык у нас вот здесь вот где были добавления где у нас маркер и вот сюда у нас пойдет либо наоборот в одну сторону у нас пойдет задняя деталь в одну сторону пойдет передняя деталь также маркер пока я оставлю и теперь мы уже будем вязать не в круговую а поворотными рядами вот так первый ряд я делаю закрываю 3 петли 1 2 3 вот они 3 петли и вяжу до конца ряда вот сюда вот вот довязала до конца ряда видите вот здесь вот маркер для чего я чтобы не перескочить и последнее дело изнаночной поворачиваю работу и в начале ряда я вижу две петли вместе это у нас будет передняя часть где мы сокращаем по одной петли просто провязываем по 2 петли вместе а там где 3 петли мы это у нас задняя деталь деталь зала так 3 видите задней части а здесь один и продолжаем вот таким вот образом в каждом ряду вначале давайте еще раз вам покажу да сейчас вы вяжем изнаночный ряд вот я довязала смотрите до конца ряда ведь маркер уже можно убрать уже он нам не нужен так и так я довязала до конца ряда теперь я в начале ряда здесь вот видите здесь видно у нас три петли снова делаю закрываю три петли 1 2 3 и вяжу ряд до конца довязала до конца ряда в начале ряда я вяжу снова две петли вместе то есть сокращаю одну петлю и так далее девчонки но сокращение у нас идут вот таким вот образом здесь у нас по одной петли 3 4 5 раз 5 раз здесь у нас два раза по три петли один раз две петли 1 1 вот таким вот образом далее я потом расскажу для начала вот это вот мы делаем сейчас мы второй раз сократили потом две петли потом одна 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 и далее я вам покажу так девчонки вот смотрите вот только у меня получилось вот таким вот образом расположена да вот она задняя часть да если мы разложим вот она вынимка сзади если мы разложим вот она выемка на вперед далее здесь я продолжаю вязать ровно я и вы а здесь еще четыре раза по одной по одной петле в каждом четвертом ряду то есть через три ряда еще четыре раза я делаю сокращение вот здесь вот раз два три четыре и далее далее ровно еще четыре раза с этой стороны где у нас спинка вот сейчас я вижу не сокращаю а в следующем лицевом ряду я сделаю вот это вот сокращение девчонки и далее ровно так девчонки я провязала вот 42 ряда вот здесь вот по передней части я считаю потому что мы сейчас будем делать этот скос на заднюю часть и измерю в сантиметрах но что хочу сказать сантиметра это мои это ни в коем случае у вас может быть свое число свои сантиметры 20 сантиметров до пояса как бы здесь на этом этапе девчонки в принципе вы уже можете померить не в принципе сто процентов вы можете померить на себя и вот эта передняя часть должна у вас быть уже как бы визуально чтобы вы же видите визуально да вот здесь после нее уже у нас будет поясок вот вы дошли до момента до пупка или где у вас поясок у каждого он хотите низкий как бы низкую посадку сделайте ниже в общем вот эту вот штанину вы уже мерить она себе и определяйте по себе но только внимание по передней детали да по этой части вот она передняя у нас где так а вот она задняя деталь до задняя у нас вот такая вот выемка больше это правильно так должно быть теперь мы будем делать вот этот вот скот что хотела еще сказать по поводу левая часть у вас она будет вот так вот разложена то есть если мы начинали вязать до закрывали 3 петли сначала с ли а в конце ряда в лицевом ряду 3 петли в изнаночном ряду 1 одну петлю то в следующей штанинке вы в лицевом ряду закрываете одну петлю изнаночном 3 петли и у вас положить получится противоположная часть ну что именно следующее что хочу сказать сейчас я обозначу как нам определить вот откуда у нас пойдет этот росток или как его назвать вот складываем мы эту деталь пополам то есть там где у нас вот добавление это мы ее так складываем как она должна быть да и вот я здесь вот обозначила видите то есть если вы сложили вот визуально у вас здесь будет вот так вот до находиться карман и здесь будет скос рукава вот примерно этот от скоса рукава карман от скоса кармана начинаются вот эти вот укороченные ряды это где-то 6 сантиметров это и в шитье также и здесь также значит вот я обозначила маркером это место 1 2 3 4 где-то 12 петель у меня и теперь далее я буду вязать этими укороченными рядами для начала я вяжу до маркера и так довязала я до маркера вот еще одна петля он в принципе уже нам не нужен здесь будет я поворачиваю работу делаю вот такую вот воздушную петлю захватываем таким вот образом и вяжу изнаночный ряд то есть я не довязала вот эти вот все петли у меня остались не провязанными вяжу до конца ряда так провязала изнаночный ряд вот видите здесь прекрасно видно где мы сделали поворот теперь снова вяжу лицевой ряд так когда мы дошли до конца вернее до вот этого предыдущего вот эту петлю вернее с это если считать с этой петлей мы 5 петель оставляем здесь вот то есть не доходя 5 петель до дырки мы оставляем и снова поворачиваем снова делаем такую же воздушную петлю вот она захватила и вижу изнаночный ряд следующем лицевом ряду я опять же оставлю 5 петель недовязанными и так каждый ряд и вот эти вот дырочки у нас будут добавляться и при передвигаться сюда когда ты у нас с каждым разом все короче и короче так девчонки здесь у вас может быть другой разное количество вот этого как бы количество этих незаконченных рядов у меня их сейчас считаем раз два три 4 5 6 7 8 9 10 у вас может быть больше но хотя нет может быть вот видите вот если так провести линию вот он наш подъем вот насколько скажу на сколько сантиметров задняя деталь где-то нам на 8 сантиметров получилось выше чем передняя вот это у меня 10 если вы вяжете детские гамашки там достаточно будет 4 5 незаконченных рядов а на взрослых смотрите опять же меряйте девчонки вот я не говорю что прям до конца вяжите меряйте вот когда у вас все уже соединилась на вас как бы перед и спинка как бы вы равнялись до в одной плоскости находятся тогда уже хватит то есть ориентировочно тоже смотрите потому что фигуры разные вот сейчас я соединил это все дело и в принципе это все соединяем каким образом довязывая яду вот этой воздушной петли и провязываю ее вместе со следующей лицевой вообще по идее желательно вот поменять вот эту лицевую и воздушную петлю местами чтобы получать красивая видите косичка вот здесь я меняю чтобы этот накид у нас это воздушная петля не нарушала структуру и так до конца ряда я все соединю и в принципе все вторая деталь девчонки мы вяжем в обратном я уже говорила обратном направлении то есть у нас должна быть левая и правая ножка но это я уже объяснила соответственно следите чтобы этот скот сделать со стороны задние детали со стороны спинки обязательно все вот это последняя и здесь я уже довяжу до конца ряда и можно переходить к поясу но это уже будет в следующем видео наш пояс потому что еще одно промежуточное видео будет с карманом девчонки которые мы будем вязать прям не пришивая вот я не знаю может этот способ существует но я его нарисовала в голове сама как бы это мой мой метод возможно он существует не знаю так все довезу до конца ряда еще скажу вам пару слов значит по поводу размеров по поводу детских штаников если у вас детские штаники то вот здесь вот у вас будет допустим 3 2 1 всего либо 2 1 1 а здесь 3 нет 2 1 1 ну хотя может быть а здесь 2 в общем девчонки смотрите если детские то может быть 3 2 1 может 2 1 1 соответственно здесь убирайте чтобы здесь было больше вот и ясное дело вот этих вот убавление одно или два всего ну и соответственно вот этих вот укороченных рядов будет меньше в общей сложности вот эта вот часть если в сумме взять вот это вот вот это вот должна составлять 1 6 часть всего всей детали вот примерно ориентировочно все вот эти сокращения где-то приблизительно 1 6 часть всей детали по петлям если считать вот вы считаете свою 1 6 и и распределите ее таким вот образом чтобы здесь было где-то в два раза почти в два раза больше чем впереди вот девчонки чтобы здесь было в два раза больше сокращенных петель чем впереди вот ориентировочно одна третья две трети и одна шестая от всего количества петель в общей сложности все девчонки значит вторая сейчас видите следите это уже у меня с карманом да вот видите чтобы у нас были детали две разные левая и правая видите это то что я говорила вот они передняя деталь у меня совпадает и задняя совпадает вот таким вот образом вот если сложить изнаночной стороной все у меня здесь видите совпадает девчонки все на сегодня все смотрите следующие видео с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока пока